Геополитический климат В череду подобных совещаний, которые будут связаны с главным событием следующего года президентскими выборами, думаю, что сегодня это такое первое совещание, где мы основные контуры должны определить нашей работы. Может быть некий план, потому что больше решений в таком составе мы принять не можем. Какие решения мы можем сегодня принять конкретные? Сегодня нет губернаторов, нет помощников по областям. Что касается общих контуров, концепции, ну, наверное, мы сегодня можем это обсудить. На сегодняшнем совещании звучало много значимых вопросов, но президент сразу обозначил, что приоритет – это работа с людьми. Беларусь – государство для народа. Это не только одна из концепций госстроительства, это лицо белорусской модели развития. Здесь оптимальный полуправленца высшей лиги, но эти посылы первого касаются всех, кто носит символ Дзержслужба или является представителем депутации. Приоритет – работа с людьми, деятельности всех руководителей и регионов, и местных вертикалей, и руководителей центрального звена. Мои подходы вы знаете, людей надо слушать, с людьми нужно разговаривать и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед нами. Именно от этого зависит и авторитет каждого руководителя, на местах руководителей и власти в целом. Слушать и разговаривать. Разговаривать – это как раз про всебелорусский диалог власти и общества. Например, по инициативе Александра Лукашенко организован открытый микрофон с президентом для студенчества. Начали с предвиния. Турная правда пройдет по всей стране. Он живой. Он, как и мы, любим пошутить, посмеяться, хорошее настроение. Сегодня мы это воочию увидели. Говорил открыто и честно. Он не врал. Я всегда знала, что это максимально теплый душевный человек. Я знала, что он атмосферный, потому что, смотря его интервью, я очень прям плотно наблюдаю за его рабочим графиком, и мне очень нравится то, как он общается с людьми. В эту же работу включилась и депутация. Вчера президенту спикер Палаты представителей рассказал, что народные избранники уже приняли 2300 избирателей и рассмотрели 3300 обращений. Среди новых подходов анализ наиболее значимых проблем на местах и выработка предложений по их устранению. А это уже как раз про слушать. Что важно, например, о ценах люди зачастую судят не по статистике, а по своему кошельку, о качестве образования, по общению с конкретным педагогом, об уровне медицины, по своей поликлинике, а о власти в государстве под действием отдельно взятого госслужащего, к которому они обращаются. Я намекаю на то, что все должны в этой связке работать. Куратором в работе с обращениями граждан является администрация президента. Проводится постоянный мониторинг. За 8 месяцев этого года в ОП поступило 11 756 заявлений. Во многих странах вообще нет такой практики. Все решается через суд. У нас же государство для народа. Традиционно людей волнуют не какие-то большие глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые социальные проблемы, связанные с тем местом, где он живет. 30% обращений уже много лет, эта цифра фактически не меняется, связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Большая доля обращений связаны с дорогами, потому что люди слышат с экранов, что последние два года правительство значительно увеличило и перераспределило даже часть средств в рамках бюджетных ассигнований именно на дорожное строительство. И поэтому, конечно, всем хочется, чтобы эти планы были связаны с той местностью, где они живут. Вот статистика по итогам 8 месяцев этого года и аналогичную периоду прошлого. Самое заметное снижение обращений в Гродненской области на 14%, а активнее всего заявители проявили себя в Минской области. Рост на 9%. Чаще всего людей волнуют вопросы ЖКХ, деятельности органов внутренних дел, здравоохранения, земельные вопросы. Теперь надо выработать алгоритм, фильтры, чтобы разграничивать, когда вопросы касаются власти, деятельности госаппарата, когда связаны с философией иждивенчества. Хотя самый важный маркер – это финансовые показатели. Кому-то хочется крышу починить, кому-то забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Все надо сегодня изучать, сортировать. Это всегда надо делать и понимать, что должны мы организовать власть, а что должны сделать сами люди. Но надо не забывать, что наиважнейший вопрос – это работа и заработная плата. Что бы мы тут ни говорили, после этих приемов я наблюдаю, вижу, когда должностные лица, ну, практически, то ли передо мной по телевизору, то ли еще перед кем-то отчитываются, как важно, они поработали и что приняли. Надо не забывать о главных вопросах. В противном случае все это останется разговорами. В мире диктатуры информации зачастую ее потребители оценивают реальность не по фактам, а по фейкам. В итоге опусы недоучек из журфака, политических релактантов, сидящих на западных грантах, вынуждены опровергать самые серьезные чины госуправления. Дмитрий Крутой, помимо прочего еще и крепкий экономист, развеял фейк о нестабильности в экономике страны. В Беларуси якобы зреет экономический пузырь, связанный с опережающим темпом роста заработных плат. Вопрос доходов, он должен, собственно, войти уже в прогнозные параметры пятилетки, и мы там ничего не превышаем, и никакой сенсации на самом деле тут нет. Объемы производства, объемы экспорта и уровень доходов. Мы, невзирая на санкционное давление, практически половина отраслей белорусской экономики сегодня находится под теми или иными видами санкций. Тем не менее, все прогнозные параметры выполняем. Мы снова входим в новый виток информационной турбулентности, чтобы беглых испытывают кризис доверия даже со стороны своих сторонников и со стороны спонсоров. А у их политтехнологов кризис идей. Есть лишь тотальная критика власти и президента. То есть они ничего нового и существенного белорусам не предлагают, а только политику сплетен и лжи. Здесь сразу две причины. Первая, вся оппозиционная гора может родить лишь мышь. Второе, действительно, что можно предложить белорусам, чем купить электоральную лояльность. Но не пустыми же обещаниями. То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже. И дату определили. Развили кучу конспирологических теорий на этот счет. Следующие выборы президента Беларуси, согласно конституции, мы должны провести не позднее 20 июля. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны. Я не говорю, что будет легко. Уже пытаются раскачивать ситуацию. Обрушатся новые информационные потоки, всякой грязи. Мы прекрасно видим, контролируем все, что происходит вокруг нас, за пределами нашей страны и внутри. Мы видим, что там главное для них это получить гранты, деньги. Приходите бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так заботитесь о Беларуси и почему вы воюете против нее. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси? Надо показать, пусть люди знают их позицию. У нас же куча материалов. Давайте санкции, давайте душить, хайяны подохнуть. У нас все это есть. Мало того, что в медийном поле плетутся в хвосте, живут повестка из белорусского дворца независимости, так теперь еще занялись воровством. Решение первого приписывают себе. А между тем, в условиях затянувшегося украинского конфликта и безрезультатности политики изоляции Минской Москвы, западные элиты начинают пересматривать линию поведения, которая бегло теряет свою рукопожатость даже в локациях западной демократии. На все им наплевать, даже на те вопросы, ради которых они, в общем-то, жить должны. Ну, возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Ну, сколько раз сказано, у нас нет политических статей. И по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет политзаключенных. Ладно, но так вы боритесь за этих политзаключенных. Принимались решения, я принимал эти решения по десяткам этих так называемых политзаключенных. Ну, радовались бы, поблагодарили как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и заставили диктатора промать подобное решение. Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я никогда по указке под давлением не принимал решения. Это были мои решения. Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может. В отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну, всякое бывает в жизни. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет? Мы их отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь. Так я говорю, нет, чтобы поблагодарить за то, что мы за них решили эту проблему. Нет, они не рады. Мы четко понимаем. Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Так им же американцы и другие говорят. Ребята, а вы где были? Какой ваш вклад? А никакого. Так тогда и денег нет. А вот на нашем суверенном политическом поле спеет новый урожай. Политическая система должна отражать развитие государственности и этапы становления общества. В годы разрухи над пропастью нужна была центральная крепкая власть. Теперь время разделения полномочий и роста институтов народовластия. Политическая кампания 25-го года, предстоящие выборы президента, это завершающий этап той масштабной политической модернизации, которая была начата в стране в результате внесения изменений, дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Вы знаете, что мы обновили уже в соответствии с новым законодательством, конституционным законодательством, обновили законодательную власть, избраны обе палаты парламента, избраны депутаты местных советов, избраны делегаты Всебелорусского народного собрания, и это собрание начало работать как конституционный орган. Ну и, естественно, мы выходим на финишную прямую проведения выборов президента в 2025 году. День выборов пока не определен. Известны четыре даты, решение примет парламент. Но за всеми политическими процессами президент нацеливает уже сейчас видеть следующую пятилетку. Политика для Беларуси не самоцель, а лишь один из инструментов достижения задачи – государство для народа. Евгений Постовой, Александр Бутрим, Владислав Адамитский, СТВ.